18 литров на душу населения. Ежегодное употребление алкоголя в России. Процесс вырождения нации начинается при употреблении уже 8 литров. 30% россиян – бытовые пьяницы, 10% уже безнадежно больны. Но больше всего общественность волнует другой неопровержимый факт – пить больше начинают подростки, каждый четвертый из которых теряет смысл жизни. Алкоголь приводит к курению, наркомании и даже суицидам. Особенно подвержены негативному воздействию подростки 14-16 лет. Педагогическое сообщество курорта делает все возможное, чтобы оградить детей от вредного окружения. Но многие родители уверены, что проблемы в семью приходят извне, упорно не замечая, что зачастую сами подают детям дурной пример на семейных застольях. Именно дома, а не на улице, по данным социологов, дети впервые пробуют алкогольные напитки. На десятках тематических площадок курорта прошли встречи с населением Сочи, родительской общественностью. Лекторы общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» призывали вместе бороться с этой бедой. Они готовы развеять миф о том, что вредные привычки – это дань моде и собственным примерам. Многие инициативы по сохранению здоровья нации либо зарождаются в Сочи, либо получают распространение в Сочи. Поскольку, помните, несколько лет назад была программа целая «Сочи свободное от курения табака». Ведь на самом деле сначала многие относились к этому очень скептически и считали это какой-то игрой. Но сегодня мы видим, что на самом деле в сравнении с другими городами в Сочи курят мало. Сочи – один из лидеров страны по пропаганде здорового образа жизни. Это отмечают не только местные жители, но и приезжающие на курорт туристы. Все больше сочинских спортсменов становятся членами сборных команд России по разным видам спорта – как летним, так и зимним. Отказ от вредных привычек – это показатель силы воли, независимости. А трезвость – естественное состояние как семьи, так и общества в целом. Хартия «Я люблю Сочи» за жизнь без наркотиков, табака и алкоголя. Своим примером сочинцы могут доказать всем россиянам, что жить здоровым – это легко. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».